Пожар потушен, проблема осталась. Возгорание на искательском полигоне твёрдых бытовых отходов напомнило незаконности данной свалки. Будет ли она закрыта и если да, то куда будут девать мусор из посёлка в специальном репортаже, расскажет Алина Волчейская. Проезд закрыт, идёт ремонт. Уже месяц улица Октябрьская и примыкающие к ней дороги перекрыты для проезда автотранспорта. Когда будут закончены работы и что ждёт пешеходов и водителей после её открытия, узнаете из специального репортажа Олега Хатанзейского. Ветхие дома, безработица, высокие цены на продукты. Жители островного посёлка Бугрино рассказали о положении дел губернатору, который прибыл в муниципалитет на этой неделе. Как решить насущные проблемы, выясняла Валентина Чебичик. Их задача изучить и сохранить. Учёные исследуют флору и фауну арктических островов Баренцево море. Вы смотрите информационную программу «События недели». О самом важном и интересном, что произошло за минувшие 7 дней, вам расскажут наши корреспонденты. Я, Владимир Томилов. Здравствуйте. И начнём выпуск последних новостей о ситуации на полигоне бытовых отходов в Искателях. Напомню, там две недели назад началось возгорание, в результате которого посёлок был окутан едким дымом. Тушение осложнила природа пожара. Свалка горела внутри гор мусора, в которых образовались многочисленные полые пространства. И, как сообщают в МЧС на этой неделе, после долгих попыток огонь всё же был полностью потушен. Стоит отметить, что данное ЧП напомнило общественности о проблеме искательского полигона. Оказалось, что размещать свалку в этом месте было нельзя. Полигон, говоря простым языком, был вне закона. Так почему всё это время, которое исчисляется годами, весь мусор муниципалитета складировался именно здесь? И самое главное, в случае закрытия свалки, куда будут вывозить отходы из Искателей? Ответы на эти вопросы попыталась найти наш корреспондент Алина Ваучейская. И вот её специальный репортаж. 5 августа. Ночь с субботы на воскресенье. Метр за метром огонь захватывает горы мусора. Уже на утро искательская свалка начнёт полыхать, а едкий дым от расплавленных отходов доберётся до посёлка. Жители забьют тревогу, а в социальных сетях выдвинут первые предположения. Непотушенная сигарета, забытый костёр или вовсе поджог? Вопросов в разы больше, чем ответов. Горящий полигон бытовых отходов смело подошёл бы для съёмок какого-нибудь боевика. Разруха, полыхающее местами пламя, почти нулевая видимость и летающий пепел. Эти кадры были сняты 7 августа. Именно в этот летний понедельник пожар разбушуется в полную силу. Позже спасатели назовут этот день пиком ЧП. Площадь возгорания увеличится до тысячи квадратных метров. А трудности при тушении будут возникать одна за другой. Вот таким вот мудрёным способом в пожарные рукава подают воду для тушения. По-другому никак. Расстояние от места, где бушует пламя, до ближайшего водоёма порядка двух километров. Сложности у нас заключаются в том, что нет поблизости водоисточников воды. И всё производится методом подвоза. Денис Алсуфьев и 9 его коллег с огнём сражались несколько суток. Перерыв делали только ночью. Тушить горящую свалку с вертолёта бессмысленно. Всё потому, что в глуби завалов многочисленные полые пространства, где и возникает открытое горение. Полыхают твёрдые бытовые отходы, начиная от пластика и автомобильных покрышек и заканчивая грудами бумаги, одежды и прочего мусора. Ситуация осложняется ещё и тем, что горение происходит на глубине почти 6 метров. Поэтому в тушении возгорания задействованы не только пожарные, но и тяжёлая техника. Ликвидировать возгорание в данном случае можно лишь таким способом. Экскаватор загребает в ковш тлеющий мусор и следом огнеборцы проливают всё это водой. Предположительных версий возникновения пожара пока две. Человеческий фактор либо самовозгорание. Это особый микробиологический процесс, когда в толще полигона происходит гниение. На третий сутки с полыхающего полигона до посёлка Искателей добрался едкий запах гари. Ситуация, ещё раз повторюсь, она была сложна тем, что в понедельник мы имели довольно большую площадь открытого пламенного горения. Всё это выделяло большое количество дыма. Роза ветров была у нас неблагоприятная, и поэтому у нас возникло задымление посёлка Искателей. Мы к жителям обращаемся с благодарностью о том, что они понимали, с пониманием относились. Когда мы им отвечали на их обращение, на телефон 01, что они закрывали форточки, что ситуация должна измениться к лучшему, и в принципе так оно и произошло. Содержания вредных газов в воздухе близ посёлка зафиксировано не было. Замеры производили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии. Понятно, что доставляет эти неудобства населению. Сажей пахнет, чувствуете сами, да? СО2. Но главное, что угарного газа нет. За время борьбы с огнём вылета сотни тонн воды, потрачены тысячи литров бензина и потрёпаны нервы едва ли не каждого второго жителя Искателей. Полностью потушить горящий полигон удалось лишь 15 августа. В этот же день началась развязка многолетней истории бездействия местных чиновников. Лицензию Искательский полигон утратил ещё в 2012 году. Впрочем, тогда этот факт мало кого волновал. Мусор продолжали вывозить на нелегальную свалку. В 2013-м Наринмарский городской суд обязал Искательское предприятие по жилкомсервис ликвидировать несанкционированную свалку в пределах границ санитарно-защитной зоны. Ну и после решения служителей Фемиды ситуация никак не изменилась. Местные власти, видимо, решили не создавать себе дополнительной головной боли. Вот так сейчас выглядит Искательская свалка, которая горела почти 10 суток. Огонь потушен. Теперь собственник должен начать работы по рекультивации этих территорий. В интервью нашему телеканалу руководство администрации, не скрывая, заявило. Незаконную свалку уже давно нужно было закрыть. Лицензия на свалку закончилась, вернее, не закончилась, и она была утрачена в свое время. И на данный момент ее получить невозможно, потому что свалка наша, Искательская, она не соответствует документации САМПИНу и не внесена в федеральный реестр. Рекультивировать территорию бывшего полигона для отходов местные чиновники пообещали сразу, как только сотрудники МЧС устранят пожар. А вот активисты регионального общероссийского народного фронта сомневаются в словах чиновников. Ведь на рекультивацию серого полигона нужны огромные деньги. В муниципалитете их явно нет. Мы так подозреваем, что на самом деле никто еще до сих пор не приценивался к тому, сколько стоит рекультивация свалки, никто не занимался проектом по рекультивации. То есть никакой работы не ведется. Хотя общероссийский народный фронт поднимал этот вопрос еще в прошлом году, ну, примерно год назад. К сожалению, сегодня мы константируем, что за год ситуация никак не поменялась. Мусорный скандал, кстати, добрался даже до столицы нашей страны. Ситуацией вокруг незаконного полигона уже заинтересовались московские эксперты Общероссийского народного фронта. В случае, если свалку не закроют, они намерены обратиться в следственные органы. И пока начальники думают, как выходить из этого коммунального коллапса, жителей-искателей волнует лишь один вопрос. Понятно, что мусор теперь будут доставлять на городской полигон. А это уже абсолютно другая логистика. Следовательно, и стоимость коммунальной услуги более высокая. С вопросом, что же будет дальше с окружной системой утилизации отходов в целом, отправляемся в региональное ведомство, отвечающее за сферу ЖКХ. Здесь нам пояснили, выход все же есть. В рамках исполнения закона 89-го об отходах производства в каждом субъекте должен быть создан рекоператор, то есть единая организация по субъекту, которая возьмет весь комплекс работ, начиная от сбора, транспортировки, обработки, обезвреживания, утилизации, захоронения данных отходов. То есть это некий центр, который будет отвечать, организовывать и координировать весь процесс, начиная от попадания мусора в контейнерный бак до его захоронения на полигоне. Регионального оператора будут определять на конкурсной основе. Что же касается суммы в расчетках, она почти не изменится. На территории Нинецкого округа будет установлена единая плата за вывоз отходов. На такую систему регион должен перейти до 1 мая 2018-го. Ну а возвращаясь к основному вопросу специального репортажа, нам удалось выяснить следующее. В комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию уже поступил запрос от Искательской администрации на разрешение вывозить мусор на городской полигон. Здесь, в нескольких километрах от Наринмара, расположена единственная в Нинецком округе законная свалка, имеющая лицензию Росприроднадзора. Как нам стало известно, разрешительные документы были выданы еще в июне прошлого года. И так или иначе, в скором будущем все бытовые отходы из поселка Искателей и близлежащих населенных пунктов будут утилизировать именно на этот полигон. Алина Ваучейская, Вадим Стасюк, Александр Дуркин и Игорь Тарасевич. События недели. И еще один вопрос, который теперь волнует жителей Наринмара. Это способен ли городской полигон принять у себя мусор из поселка Искателей? Об этом спросим у директора комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию Вячеслава Сочнева. Он сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Вячеслав Павлович, здравствуйте. Так способна ли городская свалка принять мусор из соседнего полигона? Здравствуйте. Прежде всего я хочу сказать, когда проектировался наш полигон, то есть городской полигон для хранения твердых бытовых отходов, то изначально учитывался и тот объем мусора, так назовем, который предоставляют искатели. Поэтому в связи с закрытием несанкционированной свалки и прекращением ее функциональности, мы спокойно можем принимать на полигон, на наш полигон, то есть тот бытовой мусор, который будет исходить из поселка Искателей. По объемам, наш полигон планировался порядка 100 тысяч кубометров в год. Сейчас город вывозит ориентировочно 80-85 кубов мусора в год. Искатели будут предоставлять порядка 15 тысяч кубов в год. Поэтому для нашей свалки это не критично. И, по сути, это не повлияет на ту работу свалки, которая сейчас ведется. Вячеслав Павлович, настолько нам известно, у городского полигона бытовых отходов есть свои проблемы. Он также не подходит под определенные требования. Не случится ли так, что и это место для сбора мусора тоже будет закрыто? По поводу того, что наша свалка не соответствует требованиям, я могу однозначно ответить, она соответствует требованиям, всем требованиям. На тот момент, когда мы получали лицензию, у нас есть эта лицензия, она выдана нам, в отличие от других несанкционированных свалок. По поводу расстояния и птиц, это домыслы. При проектировании, переработке мусора предусматривается пакетирование мусора. Это связано с тем, что, так скажем, проблемой птиц. Так что эта проблема, она как бы существует, но она в рамках закона решена. Спасибо. На прямой связи с нашей студией был директор комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию Вячеслав Сочнев. Уже месяц автолюбители окружной столицы передвигаются в рамках ограниченного движения. Часть городских улиц перекрыты для проезда автомобилей. Такие неудобства вызывают как минимум непонимание, как максимум ярость у наринморских водителей. В городе все чаще звучат споры, что же такое происходит на закрытой территории, и почему так долго улица Октябрьская и примыкающие к ней дороги остаются перекрытыми. А еще в районе Наринмар-Виллэдж уже несколько месяцев возвышается огромная гора из песка, которая предназначена для строительства подъездных путей к строящемуся мосту через Курью. Вот только работ вблизи почти не видно. Мы решили выяснить, что происходит с главными инфраструктурными проектами Наринмара и как изменится дорожная сеть после завершения всех работ. Специальный репортаж Олега Хатанзийского. Здесь словно никогда не было дороги. Сейчас она напоминает трассу для ралли-троса. Извелистое и неровное, а в общем настоящая полоса препятствий. К масштабной реконструкции Октябрьской рабочие приступили еще в прошлом году. Тогда удалось построить несколько тротуаров, а на проезжую часть положить так называемый выравнивающий слой. Месяц назад реконструкция продолжилась. До 31 августа подрядчик должен завершить реализацию проекта. Времени остается все меньше, впрочем, сроки дорожники пока укладываются. Впереди самый важный этап – это укладка основного слоя асфальта. Она запланирована на следующую неделю. Работы займут дней шесть не больше. После улицу откроют для движения. Специалисты говорят, Октябрьская преобразится до неузнаваемости. Вместо деревянных мосточков с двух сторон комфортные пешеходные зоны. А еще газон, ровный асфальт, современные светофоры с голосовыми устройствами и даже места для парковки. Все предусмотрено для инвалидов. Везде понижающие пандусы, везде съезды. Вот здесь мы находимся, здесь даже будут стоянки специально для инвалидов. Вот одна стоянка, вторая она с пандусами, со всеми подъездами. Новую дорогу и тротуары будут освещать современные фонари. Существующую линию электропередач решили заменить уже после утверждения проекта. Старые деревянные опоры, говорят рабочие, уже отстояли свое. Проложен уже кабель. Существующие деревянные опоры будут заменены на современные стеклопластиковые опоры. По ним будет брошен кабель 0,4 КВ. Среди новшеств ливневая канализация. Колодцы установили вдоль всей дороги. У горожан возник вопрос, а будут ли они справляться с большим количеством воды. Ведь на других улицах такая канализация попросту не работает. Заказчики уверяют, здесь грустный опыт не повторится. Водосборные колодцы построены согласно ГОСТам. Это не повторится, потому что соблюдены уклоны со всех сторон. Здесь не только, в смысле, сами ливневые колодцы будут принимать, обеспечен сток воды, тем более еще асфальтом будем доводить. Так что, я думаю, будет все нормально. Местные жители подметили, новая дорога стала уже. В частности, из-за появления тротуаров сразу с двух сторон. Строители успокаивают. Ширина проезжей части осталась прежней. А на перекрестках она даже увеличилась. Например, возле магазина «Азаря». Раньше, чтобы свернуть направо, водителям приходилось съезжать с дороги. В будущем этого делать не придется. Даже самый такой проблемный участок, мы уже прошли пешеходниками в прикирку к домам, мы проезжую часть не затронули. На время реконструкции дороги Октябрьскую пришлось закрыть. Водители автобусов теперь используют другой маршрут. Многие пассажиры до сих пор к этому не привыкли. Они путаются в остановках и не могут сориентироваться в расписании. Сейчас тоже бывает, что путаются, куда ездят на площади постоянно, не туда бегут. Сейчас уехать с этой остановки можно только в так называемую «Кармановку». Все остальные автобусы, которые следуют из морского порта, поменяли маршрут. Ближайшая остановка – площадь Ленина. Я спрашивала, мне сказали, что она пойдет в «Кармановку» по Волчейскому. Так что мне удобно. А там я не езжу на тех автобусах. При этом водители автобусов тоже испытывают некоторые неудобства. Например, протяженность маршрута теперь увеличилась, оттого ездить приходится быстрее, чтобы вовремя прибыть на остановку. Да и топливо автобус потребляет больше. Рабочие тем временем жалуются. Автолюбители, не соблюдая правил, выезжают на строящуюся дорогу. Не помогает даже ограждение. Дошло до того, что владельцы машин сами отодвигают пластиковые боны, порой даже не выходя из машины. Несмотря на запрет и устные просьбы рабочих не ездить, здесь водители продолжают пользоваться недостроенной дорогой. Впрочем, порой другого пути просто нет. В частности, автолюбители недоумевают, зачем нужно было перекрывать этот участок, ведь работы здесь не ведутся. А еще перекрыта часть дороги по улице Волчейского. Здесь установлен даже временный знак «Въезд запрещен». Но многие водители стараются не обращать на него внимания. Видимо, уверены, что наказания не будет. Увы. Данный знак «Въезд запрещен» на сегодняшний день действующий. Запрещает движение всех транспортных средств на участке дорог, где проходит реконструкция. Удостоверения, конечно, не лишат, говорят инспекторы. А вот штраф заплатить придется. Впрочем, потерпеть водителям осталось немного. 1 сентября дорогу должны открыть. Я думаю, все равно ремонтировать-то надо. Может, время не совсем удачное выбрали, но тем не менее, что уж поделать. Что ожидаете от ремонта? Хорошую дорогу, качественную дорогу? Ну, будем надеяться, да. Будем надеяться. Такой дороги у нас не бывало, сколько живу здесь. А тротуары по обе стороны. Мы гуляем вообще, а все, говорят, лето хорошее. А это уже строительство другой дороги. Будущая асфальтовая магистраль протяженностью полтора километра соединит улицы Юбилейная, Губкина и Монтажников. Добираться до поселка Искателей водители смогут по более короткому пути. Все 12 месяцев в году. Ведь теперь вместо песчаной дамбы, которую размывало каждую весну, появится постоянная переправа. Мост возводят специалисты из Санкт-Петербурга. Они используют конструкции, изготовленные на местном заводе с Заполярье. До конца года рабочие намерены смонтировать пролетные балки. Уже в следующем сдать объект в эксплуатацию. На данный момент со всего комплекса строительства мы выполнили наиболее трудный этап. То есть мы вышли опорами, поднялись наверх. Выполнены монолитные ригеля на всех четырех опорах. На данном этапе осуществляем завозку пролетных балок. Балки выполняют завозы Поляре. И где-то через неделю планируем приступить к монтажу непосредственно уже балок пролетного строения. Сам мост будет представлять из себя асфальтовое двухполосное полотно с тротуарами и освещением длиною 65 метров. В будущем по новой обездной дороге запустят автобус. Строительство транспортной артерии улицы Юбилейная, поселок Искателей в основном ведется на средства федерального бюджета. В прошлом году на реализацию проекта правительство выделило 106 миллионов рублей. Ненецкий округ всего полтора. А общая цена контракта чуть больше 250 миллионов. Теперь еще одна приятная новость для местных автолюбителей. В том году мы Рыбников-ЦОС построили дорогу, теперь Рыбников-Чернова соединим эти 200 метров, чтобы уже была там у нас непрерывная дорога. Там в принципе небольшой объем работы, но важно вдоль четвертой школы, как раз там все облагородится и будут идти объезды. Планы на следующий год еще грандиознее. Реконструкцию ожидает главная транспортная артерия столицы региона, Наринмар Искателей. Пройдет целый комплекс масштабных работ. При этом само полотно менять не будут. Например, полностью модернизируют систему освещения и построят тротуары. Еще на маршруте установят дополнительные светофоры. Их оборудуют голосовыми устройствами. И самое главное, вероятнее всего, появятся велосипедные дорожки. Али Хатанзейский, Игорь Тарасевич, Александр Дуркин. События недели. В продолжении темы дорог на этой неделе министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов подтвердил, что строительство дороги Наринмар-Усинск находится в числе приоритетных проектов. Об этом он сообщил на совещании при президенте, посвященном инфраструктурному развитию Северо-Запада. Глава Минтранса подтвердил, что возведение дороги является приоритетным проектом, финансируемым из федерального бюджета в соответствии с поручениями Владимира Путина. Так какие перспективы у главного долгостроения низкого округа, спросим у нашего корреспондента Олега Хатанзейского. Он сейчас находится на прямой связи с нашей студией. Олег, здравствуй. Ждем от тебя всех подробностей, что сейчас происходит на трассе Наринмар-Усинск. Владимир, здравствуйте. Начну с того, во сколько эксперты оценили реализацию масштабного проекта. Это 10,5 миллиардов рублей. На сегодняшний день на завершение строительства межрегиональной автодороги Наринмар-Усинск необходимо потратить еще 8 миллиардов рублей. Понятно, что у округа денег таких нет, поэтому практически все расходы на себя взял федеральный бюджет. В правительстве данный проект считается приоритетным. Ненецкий округ сегодня является единственным субъектом в России, который до сих пор не имеет постоянного круглогодичного наземного сообщения. А теперь, что касается непосредственно работ. До наступления холодов субподряд Чекусинская ДРСУ планирует завершить сразу два крупных объекта. Первый – это строительство моста через реку Харьяга. Харьяха, его длина составляет 99 метров. И второй объект – это так называемый четвертый участок автодороги Наринмар-Усинск. Это 15 километров дороги. Его начали строить еще в 2015 году. Конечно же, благодаря финансированию федерального бюджета. И вот уже в сентябре-октябре подрядчик намерен завершить там работы. С появлением этого участка главный зимник региона Наринмар-Усинск сократится еще на 15 километров. Строители говорят, что там дорога будет удобная и комфортная для водителей. Но я напомню, что также сейчас работы ведутся и со стороны Сыктывкара. Там строится промежуток дороги Сыктывкар-Печора. Но с появлением этого участка, а его планируют сдать в 2018 году, из Наринмара до Сыктывкара летом доехать нельзя будет. Будет нельзя, потому что сейчас отсутствует мостовое сооружение от Усинска в сторону Сыктывкара. Его возведение оценивается в несколько миллиардов рублей. В республике Коми подтвердили, что таких денег у них нет, а строят они за счет собственных. Но, тем не менее, перспектива на будущее все-таки есть. В целом, как говорят местные власти, автодорога Наринмар-Усинск будет построена уже в 2019 году. Опять все же зависит от финансирования. Будут деньги, работы будут идти стабильно. Но напомню, что в марте мы делали большой репортаж на данную тему. И тогда подрядчик, субподрядчик Усинская ДРСУ там рассказали, что у них в планах также на ближайшее будущее приступить еще сразу к двум участкам. Их расстояние, их протяженность абсолютно разная. Но будем надеяться на то, что в ближайшем будущем дорога появится. И жители Наринмара смогут спокойно ездить в отпуск не только на самолете или поездах, но еще и на личном автомобиле. Не по воде, а по хорошей качественной дороге. Владимир. Спасибо, Олег. На прямой связи с нашей студией был наш корреспондент Олег Атанзейский. Он рассказал о том, что сейчас происходит на трассе Наринмар-Усинск. Что еще заинтересовало наших журналистов на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста событий. Северный завоз В целом, необходимыми видами топлива в Нау уже обеспечены Харутаха, Ривер, Коткино, Щелина, Тошвистска, Лабожская, Пылемец, Оксино, Устье, Макарова, Анди, Коксино, Нес, Нижняя Пеша, Чижа, Кия, Индигово, Учейский, Бугрино, Белушье и Воланга. В настоящее время в Наринмар-Носе идет разгрузка около 2000 кубометров дров. После ее окончания доставка дров в поселение Нау по реке будет выполнена на 100%, что значительно повысит и общий процент выполнения опережающего завоза. В столице региона подвели итоги конкурса по предоставлению предпринимателям субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. В итоге члены комиссии выбрали шесть победителей. Самые крупные суммы на модернизацию по 1 миллиону рублей получат две частные медицинские организации. Это Центр Санавитов, Наринмарин открылся в конце прошлого года, и Общество с ограниченной ответственностью «Лекарь», который начнет свою работу в следующем месяце. Новое медицинское учреждение будет специализироваться на оказании услуг в области травматологии и хирургии. Собственные затраты данных организаций на покупку современного оборудования составляют 2,5 и 2 миллиона рублей соответственно. Субсидии также получат еще четверо победителей конкурса. Студия английского языка «Смарт», швейная мастерская «Булавочка», потребительское общество «Омский пекарь» и индивидуальный предприниматель Людмила Кислякова. Бизнес-воман оказывает услуги в сфере зубопротезирования. Здесь сумма господдержки составит от 92 тысяч до 100 тысяч рублей, исходя из собственных вложений частников. Всего же между участниками конкурса распределено порядка 2,5 миллионов рублей. Добавлю, в этом году по инициативе главы региона максимальная сумма субсидий увеличена с 300 тысяч до 1 миллиона. Власть региона вновь планирует увеличить финансирование летней кампании по трудоустройству подростков в этом году. Предполагается, что на зарплаты школьников дополнительно будет потрачено еще 3,5 миллиона рублей. Причина – небывалое количество желающих подзаработать на летних каникулах. За три месяца в центр занятости Наринмара обратились 950 подростков. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом 814 ребят работу уже получили. Еще 70 заявлений сейчас находятся на стадии формирования трудовых отношений, вследствие чего и сложилась необходимость изыскания дополнительных средств. На сегодняшний день в бюджете региона на летнюю кампанию по трудоустройству предусмотрено порядка 20 миллионов рублей. В 2016 году было выделено всего 10. Добавлю, самыми активными работодателями для несовершеннолетних стали НБУ «Чистый город», трудоустроив более сотни школьников и Нинецкая окружная больница, где отработали 130 человек. Также места распределили Центральная поликлиника Заполярного района, Пешский животноводческий комплекс, Наринмарский ледневный авиатряд, Детский дом и Приморско-Польский сельсовет. Выпускники, провалившие ЕГЭ и ГИА, в основную волну смогут пересдать экзамены в сентябре. Об этом сообщили и в региональном департаменте образования, культуры и спорта. Дополнительный период для написания работ стартует уже 5 числа и продлится до 22 сентября. Как заявили специалисты, пересдать экзамены имеют право только выпускники текущего года. При этом повторно подавать заявление ребятам не потребуется. А вот участникам итоговой аттестации, которые по уважительной причине не смогли прийти на экзамены, должны предоставить в Государственную экзаменационную комиссию заявление и документ, подтверждающий причину неявки. Русский язык ученики 9 и 11 классов смогут сдать 5 сентября, математику 8. Эти предметы считаются обязательными. Литературу, историю, биологию или физику девятиклассники напишут 11 сентября. Общество, знания, химию или географию 13. А вот иностранные языки 15 сентября. В настоящий момент на дополнительный период сдачи ГИА в 9 классах заявлено 59 ребят, в 11 классах 2 человека. При этом школьники, которые сдают ГИА в форме основного государственного экзамена, должны написать как основные предметы, так и предметы по выбору. Участникам, сдающим экзамен в форме государственного выпускного экзамена, достаточно пересдать основные учебные предметы, русский язык и математику. Теперь переносимся в поселок Бугрино. Во вторник там побывала делегация из Наринмара во главе с губернатором, включая ведущих чиновников администрации Ненисского округа. Из Колгуева вернулась и моя коллега Валентина Чибичек. Валентина, здравствуй, расскажи, в чем заключалась цель столь значимого визита в Бугрино. Здравствуйте, Владимир. На самом деле причин для поездки достаточно. Это и вопросы переселения из ветхого и аварийного жилья, безработица, снабжение муниципалитета продуктами питания. В общем, все, что волнует островитян в последнее время. Игорь Кошин посетил объекты жизнедеятельности, заглянул в гости к одной из семей и провел встречу с жителями. Все подробности смотрите в нашем репортаже, который мы сняли с нашим телеоператором Дмитрием Волкевичем. В июле это было. Мы прилетели, потом тут дети начали беситься, бегать, и он резко упал. Нам пришлось перейти туда, где стенка падает. Мы так и там и живем. Варвара Коскова показывает свой многострадальный дом. Полы, как детская горка, уходят вниз на 30 градусов. Несущая стена превратилась в волну, а щели в 3 сантиметра толщиной. Сейчас дома еще тепло, но зимой не спасают даже две печки. Мы пытались сами делать ремонт, но я как многодетная мама, у меня трое детей, у меня зарплата 20 тысяч, у меня нет даже денег, чтобы купить фанеру, которая стоит 2000 рублей, и даже утеплитель. У меня нет средств, чтобы сделать самой ремонт. Если, конечно, были бы деньги, я бы сделала ремонт за свой счет. Даже бы никого сюда не пригласила. Переселить семью из пяти человек, из которых трое дети, в безопасное жилье нет возможностей. В Бугрино для расселения ветхого и аварийного жилья маневренного фонда нет. Между тем, непригодным для проживания признано 78% муниципального жилья. 32 муниципальных дома признано аварийными по 47-му постановлению правительства. 70-го и 80-го года постройки. Вроде как не старые, но просто что у нас территория очень заболоченная, и в связи с этим, получается, проблемы появились. Последние возведенные в поселке многоквартирные дома распределили для нужд социальной очереди. Новое жилье начнут возводить лишь в 2018-м. А пока губернатор предложил предоставлять жилье в других населенных пунктах, вплоть до Наринмара. Это направление поручено курировать Ольге Старостиной. Если есть желающие, то будем решать вопрос временно переселить в маневренный фонд Наринмаре. Жители, которые пожелают. В 2018 году планируется сдать 12 квартир на Кагуеве. Это то, что первоначально мы сейчас решаем. И на месте сносимого аварийного жилья будет продолжаться строительство живых домов дальше. Это будут 19-20-е годы. Переехать временно в Наринмар некоторые жители Бугрино готовы. Тем более возможностей трудоустроиться намного больше. В 2014 году СПК Кагуев потерял практически все поголовье численностью в 7 тысяч. Некогда процветающий оленеводческий кооператив расформировали. Без работы остались порядка 45 человек. Оставшиеся несколько сотен оленей сегодня под присмотром семейно-родовой общины Салды. По словам главы поселения, оленеводы намерены восстановить стадо. Желание возродить отрасль есть. Ведь для многих оленеводство – потомственное ремесло. Библиотекарь Инга Ардеева с ностальгией вспоминает тундровую жизнь своего детства. О том, как широко отмечался День оленя. Накануне 2 августа в сельской библиотеке открылась выставка. Под названием «Когда-то был праздник». Мы как-то вот приедем с тундры. Когда сидим в посёлке, вот видим, приехали оленеводы. И издалека вот было видно. Вон, посмотрите, приехали оленеводы, говорили. И огромные рога везде появлялись. Это даже как-то слёзы на глазах. Восстановить стадо – это и вопрос продовольственного обеспечения. Уже третий год жители едят привозное мясо. Правда, обходится такая оленина в немалую сумму – 616 рублей за килограмм. Как говорит председатель потреб общества Наталья Кордакова, теперь организации не компенсируют транспортные расходы. Соответственно, их закладывают в стоимость. Есть ещё одна проблема, о которой не первый год говорят в Бугрино – новая школа. Не хватает нам очень учительской. То есть у нас учителя отдыхают весь день с детьми. Десять минут они даже не могут просто подготовиться к следующему уроку нормально. Они могут выйти в столовую, посидеть минут пять. А ещё нет спортзала и достаточного количества классов. Дети учатся в две смены и ходят на физкультуру в Дом культуры. Судьба трёхэтажной школы-сада будет решена осенью, когда будут известны итоги изыскательных работ. Но уже понятно – строить гигантскую школу нецелесообразно. Сегодня учреждения посещают 46 детей. Поэтому новое здание будет деревянным и одноэтажным. Не исключено, что строить новую школу и дома будет кто-то из числа местных жителей. Я убеждён, что ребята из Бугрино, которые получают образование в Нинецкой школе-интернат, должны иметь сквозные контракты и должны после Нинецкой школы-интернат иметь возможность получить специальность, по которой потом не будет проблем с трудоустройством. Поэтому я дал поручение профильному заместителю Надежде Валентиновне отработать вопрос таким образом, чтобы всё это обучение было исключительно в платных группах, но чтобы каждый учащийся имел контракт, чтобы за него это обучение оплачивало непосредственно предприятие, где потом он будет работать. Сегодня после окончания школы имени Антона Пырерки практически вся молодёжь уезжает на остров, не получив образование. Отсюда и статистика. Из 77 безработных диплом о среднепрофессиональном образовании имеют только 14 человек. Система контрактного профобучения поможет выпускникам получать образование и сразу трудоустраиваться. Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич. События недели. Посёлок Бугрино. Валя, я знаю, что в этот же день должны были на остров Калгуев завести 15 оленей для восстановления поголовья. Они попали на место? К сожалению, нет. Накануне не удалось связаться с бригадой из Индиги. Именно оттуда должны были завести животных. Так что завоз животных на Калгуев ориентировочно перенесён на сентябрь. Спасибо, Валентина. О поездке на остров Калгуев нам рассказала наш корреспондент Валентина Чибичек. И ещё новости из окруженных сёл. В НИСИ распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс, открытие которого местные жители ждали почти пять лет. Строительство объекта затянулось по ряду различных причин. Одна из главных – несогласованность между заказчиком, администрацией, заполярным районом, муниципалитетом и подрядной организацией. Впрочем, всё это в прошлом. Новый ФОК уже принимает первых посетителей. Работает сразу несколько секций. При этом для сельчан они абсолютно бесплатные. Какие теперь задачи ставят перед собой любители спорта и где в ближайшее время может появиться подобный комплекс, расскажем в следующем репортаже. Настенные часы, запакованные в коробку, ноутбук и полиэтиленовые пакеты с вещами. Александру Коткину разобрать предстоит многое. Говорит, хлопоты приятные. Ведь открытия ФОКа он ждал с нетерпением. Молодой заведующий не понаслышке знает, каково это – жить в большом селе без хорошего спортивного комплекса. До его появления местные занимались в крохотном школьном зале. Принять всех желающих он, конечно, не мог. Проводить секции или турниры в таких условиях было крайне сложно. Сейчас всё по-другому. Площадь ФОКа – порядка 900 квадратных метров. Александр уже задумывается организовать здесь первые официальные соревнования. Ты занимаешься, тебе надо выплеснуть куда-то свои эмоции. Тебе надо как-то разрядиться. Ты вроде как к чему-то готовишься и надо как-то реализовать, так сказать, себя. Огромная универсальная площадка с баскетбольными кольцами, волейбольная сетка и мини-футбольными воротами, укомплектованный тренажёрами зал, уютные раздевалки и даже душевые комнаты. Таким условием позавидовали бы многие фанаты здорового образа жизни. Первые бесплатные секции заработали ещё в середине июля. А желающих оказалось немало. Так как у нас общие массы не так, чтобы широко занимаются, а есть какие-то любители спорта. Это в основном игровые виды. Вот дети, вот были дети, потом повзрослели, они как игровыми видами спорта в школе заинтересовались, так и дальше. То есть это баскетбол, волейбол. Раньше мы играли на улице большой футбол, сейчас на мини-футбол перешли, потому что, ну, зал. Есть всё-таки площадка более качественная. Мини-футбол в НИСИ вообще на отдельном счету. Игрой номер один в мире здесь болеет едва ли не каждый школьник. Кто такие Иньеста, Санчес или Дебрюйне, объяснять ребятам не приходится. Не так давно на универсальном поле под открытым небом местные власти постелили искусственный газон. Теперь здесь играют с утра и до позднего вечера. Юные футболисты не скрывают свои радости. Летом и осенью гонять мяч можно на улице, а вот зимой и весной в новом спортивном комплексе. Иногда в свободное время просто ничего дома сидишь. А тут пойдешь в фок, либо в качалку, либо тут же футбол, баскетбол, волейбол. Завершить возведение фока в НИСИ подрядная компания должна была еще в 2012 году. Но случилось то, к чему в регионе уже привыкли. Строители каждый раз обещали устранить недоделки, однако по факту этого не происходило. Но важно другое. Важно, что в населенном пункте появился объект спортивной инфраструктуры. Появилось место, где ребята могут, понятно, летом это замечательная коробка на улице, а зимой, в межсезонье играть в замечательном зале, который большой, который позволяет играть и в мини-футбол, и в баскетбол, и в волейбол. Не только дети, но и также средний возраст, и наши пенсионеры. Там стоят замечательные тренажеры, есть зал, теннисный зал. Поэтому есть возможность потратить свою физическую энергию, есть возможность приобщиться к здоровому образу жизни. Подобный спортивный комплекс в регионе их возводят по типовому проекту. В ближайшее время могут открыть и в Андерме. Там ситуация аналогичная. Попался недобросовестный подрядчик. В НИСИ тем временем не могут нарадоваться, ведь теперь у местных жителей есть прекрасная возможность проводить вечера не дома, сидя за телевизором, а в постоянном движении. Местные шутят, Фокселе теперь есть. Осталось вырастить хороших спортсменов. Вообще задача на ближайшее будущее – подготовить команду, которая сможет достойно выступить на спартакиаде в Коткино. Она состоится весной следующего года, поэтому времени еще предостаточно. Олег Хатанзейский, Сергей Качегов. События неделя. Село Несь. Хрупкий мир Арктики и как его сохранить? Каждое лето ученые отправляются в заповедные места, расположенные в Баренцевом море. Их задача – изучить флору и фауну, а также оценить состояние окружающей среды заполярных островов. Научные сотрудники ведут подсчет животных, в том числе моржей, чтобы понимать, как деятельность нефтяных компаний и изменения климата влияют на жизнь в этих заповедных местах. О том, что сейчас происходит на арктических землях, наш следующий репортаж. В Арктику группа ученых добирается на вертолете. Прежде чем лететь к основному месту базирования, делаем посадку на островах Долгий и Голец. Здесь внушительный фронт работ для орнитологов. Интерес ученых к этим местам понятен. На заповедных островах в Баренцевом море гнездуются большие колонии гаги и белощукой казарки, гуменника и белолобого гуся. Научные сотрудники ведут подсчет численности редких пернатых и фиксируют малейшие изменения в сравнении с прошлым годом. Самое главное наше научное направление – это смотреть и за изменением ареалов птиц и их численности, и пытаться как-то связать, найти связи с изменениями в окружающей среде. То есть не только это мониторинг заповедных островов, а мониторинг и окружающей среды в арктической зоне Российской Федерации. Следующий и конечный пункт в маршруте – Матвеев. Земля с богатой историей. В 16 веке этот остров стоял на пути поморов в Мангазию. Об этом свидетельствуют деревянные кресты, установленные предположительно пять столетий назад. В первой половине 20 века на острове был создан маячный поселок. А в годы Великой Отечественной войны у берегов Матвеева разыгралась трагедия. Немецкая подлодка уничтожила пять безоружных советских кораблей с призывниками, мирными жителями и заключенными. Сейчас остров безлюден. Небольшой, скалистый и изрезанный бухтами, этот кусочек суши посреди холодного моря относится к федеральному заповеднику Ненецкий. На острове сохранена естественная среда обитания ценных растений и редких арктических животных. Здесь водятся малые тундровые лебеди, зайцы и песцы, белощукая казарка, а одно из песчаных коз и вовсе облюбовали моржи. Клыкастые великаны Арктики весят около тонны, а длина достигает трех метров. Впрочем, несмотря на гигантские размеры, это довольно безобидные и любопытные животные. Атлантический морж – один из самых уязвимых обитателей Арктики. Этот уникальный вид эко-региона Варенцева моря занесен в Красную книгу России, ведь с каждым годом возрастает вероятность его исчезновения. Главную угрозу этому редкому виду представляет возрастающая активность нефтяных компаний, а также сокращение ледового покрова из-за изменения климата. Всего же в мире по разным источникам насчитывается около пяти тысяч этих арктических жителей. Кстати, сейчас на Матвееве ведется первый в мире длительный мониторинг численности краснокнижных млекопитающих. Ежедневным наблюдением за моржами уже второй месяц занимается сотрудник Ненецкого заповедника. Юлия Богомолова оценивает половой и возрастной состав животных, а также подсчитывает их примерное количество. По словам эколога, назвать точную цифру отдыхающих на Матвеевском лежбище морских здоровяков очень сложно. Зависит от погоды, от силы ветра, с какой стороны дует ветер, дует ли он в бухту или из бухты, какое волнение на море, какой накат на море. От этого по большей части зависит то количество моржей, которое выходит. Но, естественно, моржи, отдохнувшие, уходят на кормежку. Вообще шторм они предпочитают проводить на море. Эти уникальные места с хрупкой арктической природой сегодня находятся под особой защитой, ведь с увеличением интереса к Арктике развивается и нелегальный, так называемый, неконтролируемый туризм, который, кстати, может нанести не меньший вред природе. Совместной охраной островов занимаются сотрудники Ненецкого заповедника и представители Всемирного фонда защиты дикой природы. Правда, пока только с июня по октябрь. Впрочем, как только для экологов обустроят теплое жилье, охрана территории будет вестись в круглогодичном режиме. Алина Волчейская, Дмитрий Лукевич. События недели. Остров Матвеев. На Римаре впервые в истории прошли состязания, несвойственные нашей арктической территории. После гонок на снегоходах и олених упряжках столица региона ознаменовалась иконными соревнованиями. Их посвятили всероссийскому празднику, который, оказывается, отмечают в нашей стране – Дню лошади. Помимо зрелищных заездов, в гости праздника могли увидеть театрализованные выступления, конкур и многочисленные конкурсы. Все подробности у Ирины Цепетовой. Такая юная, хрупкая и одновременно смелая – это первые мысли об Ане Сивковой. Все для участницы конно-спортивного клуба «Фортуна» уже целый год. И страшно ей было только в первый раз, признается Аня. Самое сложное в верховой езде – найти диалог с лошадью. Управлять этими грациозными животными не всегда просто. Если честно сказать, то немного да, потому что лошадь может не слушаться и просто не заворачивать, никуда не идти. Ты должен всегда справляться, должен быть силой. Вместе с Аней участие в конном конкуре принимали еще пять наездниц. По словам главного идейного вдохновителя, директора клуба и президента общественной организации содействия развития конного спорта в Неницком округе Ирины Савариной, это самые подготовленные на сегодняшний день участницы. Но даже при самой серьезной подготовке порой случаются неудачи. Сегодня наездницы заставили изрядно попереживать своих зрителей. Впрочем, такие ситуации только закаляют девчонок. Смелые и упорные, они берут лошадей под узцы, садятся верхом и продолжают соревнования. Ведь сегодня на них смотрят родители, друзья и близкие. Детям это очень нравится, очень волнуюсь. Но я думаю, что стоит этим заниматься. Хороший вид спорта и общение с лошадьми, такими благородными животными. Пойдет на пользу детям. Кроме конных состязаний, благодарные публике представили театрализованное выступление спортсменов. В ярких костюмах наездники продемонстрировали умение держаться в седле и управлять лошадью. Самые громкие аплодисменты снискал самый юный участник конного клуба Никита Ляпин. В конный клуб 7-летнего Никиту привел папа. Юный наездник, уверенно держится в седле, уже имеет своего любимчика, лошадь по кличке Балтика и мечтает ездить верхом самостоятельно. Ну один я скоро буду уже кататься. Я пока катаюсь у крыси, мы этим и шагом, а потом и голубом буду скакать. Говоря об участниках соревнований, хочется сказать и о тех, в чем седле ребята сегодня демонстрировали свои успехи. Это лошади Балтика, Манхэттен, Тутси, Волковер и Нефрит. Каждая из них неповторима. Всего в клубе «Фортуна» сегодня живут шесть лошадей. Говорят, что лошади – животные с особой психологией. У каждой из них свой характер и даже душа. И кажется, что эти красавицы переживали сегодня не меньше, чем сами участницы соревнований. Кульминацией праздника стало подведение итогов конных соревнований. По итогам конкура первое место заняла Александра Воложина. Второе и третье места – Шустрова Анна и Анна Сивкова. Без грамот, медалей и кубков не остались и призеры, и участники театрализованного представления. Кстати, в клубе сегодня занимаются несколько десятков детей. Год существования клуба показал – у конного спорта в нашем округе есть будущее. Дело осталось за развитием этого направления. Официальный тренер у нас один – Роберт Рахматуллин, занимается с детьми. Я думаю, что если нас поддержит город, мы возьмем второго тренера, потому что Роберту очень тяжело, наплыв детей, и тоже тяжело человеком не справляется. Но вы чувствуете, что детям нравится, что нужно развивать? Конечно, конечно, конечно. Мы же видим, наблюдаем за детьми, сколько приходит детей, взрослых. Надеемся, что клуб разовьется так, что могли посетить, город мог посетить. Мы пока берем только часть города, потому что мы не можем вместить всех. Этот день стал не только началом славной традиции проведения конных соревнований в Ницком округе, но и был приурочен к празднованию Дня лошади. Ирина Цепетова, Владислав Носкин. События недели. Такова была эта неделя. Какая будет следующая, узнаете из наших ежедневных выпусках новостей. А все самое значимое и интересное смотрите в следующее воскресенье в это же время на телеканалах «Север» и «Россия-1» на «Ринмар». Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!